Праздник Собора 70 апостолов Христовых призвал иных 70 учеников своих и направил их в те города, куда сам намеревался идти, направил подвое, чтобы они предвозвещали его пришествие и приуготовляли народ к вере в него и к принятию той благодати, которую подавал ему же сам Господь. Те 70 апостолов, которые были призваны Господом, не в полном составе теперь входят в этот Собор 70, поскольку, как и среди 12 первозванных, один оказался Иуда, то и не факт, что все 70 апостолов сохранили верность Господу. В Соборе, в списке этих апостолов практически все упоминающиеся в книге «Апостол», состоящей из книги апостольских деяний, соборных посланий апостола Евгелиста Иоанна Богослова, апостола Иакова, апостола Петра, апостола Иуды и посланий апостола Павла XIV, многие из которых заканчиваются преподаванием благословений и всяких слов почтительных к собратьям, к работникам апостола в тех церквях, которым обращены послания апостола Павла. Так что эти упоминаемые в апостольских посланиях мужи как раз и составляют Собор 70 апостолов. Среди них два евангелиста Марк и Лука, хотя они также были с Господом с его первых лет служения, хотя и следовали за ним, и извещены были во всех событиях его земной жизни, но к числу XII не относятся. В числе 70 апостолов проповедник и в южной русской земле Климит, священномученик, будучи рукоположенным апостолом Петром в Риме, он был изгнан императором и по повелению императора Трояна впоследствии и умерщвлен через потопление, но, будучи сослан в каменоломне Херсонеса, там благовествовал нашим далеким предкам Царствие Небесное. Среди упомимаемых в посланиях апостольских мужей есть и те, кто не сохранил верность своему призванию, например, один из семи диаконов Николай и некоторые другие. Разумеется, они не составляют, не входят в состав этого собора. Как жили апостолы, в чем состояло их служение, отражено в замечательном памятнике древнехристианской письменности, где Дахей, учение 12 апостолов. Там указываются некоторые признаки апостольства. Кто пришедший будет учить вас всему тому, что прежде изложено, о учении Христа в этом послании, в этой книге. Кто будет учить вас всему этому, примите его. Если же сам учащий, совратившись, будет преподавать иное учение к неисповержению вашего служащия, то не слушайте его. Но если он учит при умножении правды и ведения Господа, примите его как Господа. Иногда апостолы именуются пророками, поскольку одним из даров Святого Духа, сошедшего в день Пятидесятницы на апостолов, был дар пророчества, и этот дар был сильным и явным на рабах Христовых и учениках его в I веке, то часто понятие апостол заменяется и понятием пророк. Повелевается принимать таковых, как Господа. Все они и большинство из них являлись рукоположенными двенадцатью апостолами, епископами тех земель, тех городов, где приняли веру люди, и где таким образом устанавливалась малая церковь. Признаком апостолов, в отличие от епископов, которые уже были определены конкретному месту, было постоянное путешествие и движение от города к городу, от человека к человеку с тем, чтобы свет проповеди прокатился по всей вселенной. Поэтому всякий апостол, сказано в книге Дидахе, «Приходящий к вам, пусть будет принят как Господь, но он не должен оставаться более одного дня. Если же будет нужда, то и другой. Но если он пробудет три дня, то он лжепророк». Таким образом, служение апостольское предполагало отсутствие как у птиц гнезд, как у лис нор. Это должны были всегдашние быть странники. И сейчас на святой горе Афон есть братья, подвязающиеся в монастырях, в кельях, в уединенных каких пещерах, а есть и, именуемые серомахами, такие монахи, которые не имеют где главы преклонить. Их подвиг состоит в переходах от одного монастыря к другому, в бесприютном, подобно Господу, странствовании, в молитве непрестанной и благовестии. Хоть на Афоне, видимо, уже не так много нуждающихся в просвещении, если только какие-нибудь мирские чины, которые там присутствуют от греческой власти, или паломники, которые хоть и оказались на святой горе Афон, но при этом еще мало просвещены верой. Но, тем не менее, такое дело странничества когда-то было очень чтимо на Руси, а сейчас остается еще в некоторых уголках, православных уголках Вселенной. «Уходя же, апостол пусть ничего не принимает, кроме хлеба, сколько потребно, до места ночлега. Но если он будет требовать серебра, он лже-пророк». Тоже от апостола требовалось соблюдение примера Господа и в своей жизни. И двух рис не иметь, и ничего, кроме необходимого хлеба насущного, необходимого для утоления голода сегодняшнего дня. «Не всякий, говорящий в духе, есть пророк, а лишь тот, кто хранит пути Господни. Следовательно, лже-пророк и пророк и истинный могут быть познаны от путей их жизни». Большинство из апостолов мученической смертью подтвердили свою верность Господу и соответствие жизни своей тому Слову Христову, которое проповедовали. Некоторые сподобились и мирной кончины, как, например, один из возлюбленных учеников апостола Павла — Тит. Кстати сказать, сам апостол Павел не относится ни к 12, ни к 70 апостолам, являясь особым светильником веры, особо призванным Господом и особо потрудившимся ради проповеди его святого имени, потому он и чтится в особый день первоверховных апостолов Петра и Павла. Таким образом, это соборное торжество является для всей Церкви днем великого благодарения нашим отцам по вере, апостолам Христовым, благовествовавшим по всей вселенной Евангелии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok